Всем привет, друзья! С вами Павел Морозов из Сочи. Вы подписаны на мой канал, а это значит, что вы всегда в курсе самых главных, самых интересных инсайдерских новостей с мира рынка недвижимости города Сочи. Но даже не это самая главная задача любого риэлтора. Я считаю, что самая главная задача любого профессионального риэлтора, это чтобы ваши мечты, ваши задачи по переезду в город Сочи планомерно осуществлялись. То есть мечты, цели становились реальностью. Для этого у вас есть я и, собственно, я тот человек, который будет вашим плечом в городе Сочи, который вам подскажет все детали этого города, нюансы по работе, по недвижимости, на которые вы сможете положиться, если у вас стоит задача переехать в этот город. На самом деле, да, давайте задумаемся, а как вот по-другому? Откуда вы, допустим, находясь в своем городе, ну, к примеру, в Пензе, в Саратове, неважно где, в Екатеринбурге, в Красноярске, Иркутске и других городах России, да, откуда вы могли знать о том, какую недвижимость вы можете здесь приобрести? И вот здесь как раз, как раз нам помогает инсайдерская информация. То есть, откуда вы могли знать о том, что какой-то новый объект начинает стройку, где вы можете, продав свою недвижимость в своем регионе, купить квартиру и уже через полгода, например, в нее въехать? Откуда вы могли об этом знать? Да неоткуда, конечно же. Откуда вы могли знать о том, что в тот или иной микрорайон сделают дорогу и добираться туда станет гораздо легче, не полчаса занимает дорога теперь, а 10 минут. Откуда вы могли это знать? Да неоткуда, конечно же. Поэтому у вас есть такие люди, как мы, профессионалы рынка недвижимости города Сочи, которые вам об этих деталях, об этих нюансах и подсказывают. И в этом ролике я хотел бы вам рассказать о, на мой взгляд, самом недооцененном объекте на данный момент на всем побережье города Сочи, как говорится, на всем побережье от Лазаревского до границ Абхазии, до Красной Поляны. Почему? Сейчас объясню. Дело в том, что я вот сейчас вот нахожусь, получается, в Олимпарке, вот, получается, 50 метров, и здесь набережная идет уже слева от меня. Я сейчас вам обязательно это видео поверну камеру, покажу только, встану на парковке здесь. И я обзор хочу начать именно отсюда, чтобы вы понимали локацию этого объекта, чтобы вы понимали, ну, где этот объект находится, сколько туда занимает дорога до моря. Покажу обязательно квартиры. Заранее забегая вперед, скажу, что этот объект понравится, наверное, всем, ну, или большинству людей, кто посмотрит этот ролик до конца, вот, потому что цены, во-первых, порадуют вас, во-вторых, расположение, и в-третьих, качество объекта. То есть этот объект, он один из лучших, это объект от нашего надежного застройщика, от нашего партнера, и этот объект под характеристикам цена, качество, расположение, наверное, входит в тройку лучших объектов на всем побережье. Поэтому я сейчас настоятельно рекомендую вам досмотреть этот ролик до конца, потому что я в этом ролике покажу абсолютно все квартиры, которые вы сможете там приобрести. Благо, там выбор еще есть. В общем, давайте обо всем по порядку. Почему я начал обзор именно отсюда? Смотрите, друзья. Все очень просто. Это Олимпарк. Это, как говорится, сердце Сочи. Лучшие пляжи в стране. Вот она, как бы идет набережная. Вот она, смотрите, да. Вот это, получается, кафе Парус. Вот он, да. И здесь вы можете взять себе шезлонг и воспользоваться, например, бассейном. Не купаться в море, который находится, кстати, вот строго за этой зеленой горочкой, буквально там 50 метров, да. И вот она пошла, Олимпийская набережная. Это Эмеретинский. И вот она туда пошла, 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 пошла в сторону границы Абхазии. Вы можете здесь купаться, можете купаться на бассейне вот у этого паруса, грубо говоря, да. Ну, а я стою на парковке. Она бесплатная. Здесь вы легко можете найти несколько мест, если приедете в любое время дня и ночи. Есть платная парковка, вот, пожалуйста, если хотите. Вот так вот здесь поливают у нас пальмочки, растения. В общем, моют дороги. В этом плане здесь все хорошо. Так почему же я начал свой обзор именно отсюда, друзья? Я просто хотел, чтобы вы понимали, насколько этот объект удален от моря. Чтобы у вас было четкое понимание, сколько занимает дорога от моря до этого объекта. Также я покажу, что совсем недалеко там находится 28-я школа и детский сад. Ну, обо всем по порядку. Поэтому давайте вот начнем свой обзор отсюда. И мы вместе с вами засечем, сколько же занимает дорога у нас на этот жилой комплекс. Вот. Предлагаю всем досмотреть это видео до конца, потому что впереди много интересного. Вот. Вы увидите отделку, вы увидите квартиры. Наверное, ну, я думаю, что мы туда доедем меньше, чем за 10 минут. В общем, у нас сейчас 7.45 на секундомере. Вот. Представляете, мы вышли с моря, перешли сюда, сели на парковку. Вернее, сели в машину, которая стояла у нас на парковке, на бесплатной. И поехали в сторону нашего объекта. Поехали, кстати, по идеально ровным дорогам, а не где-нибудь по каким-нибудь козьим тропам, как говорится. И наслаждаемся видами, пожалуй, наверное, жемчужины Российской Федерации. Я не знаю, наверное, южной столицы России, как еще можно назвать этот город. Действительно замечательный город, на мой взгляд, с лучшей инфраструктурой в стране. В плане спорта, так уж точно. Касаемо поликлиник, школ, садов, да, согласен. Сейчас это немножко, так скажем, остро стоит вопрос. Из-за того, что, опять же, почему стоит острый вопрос? Потому что люди сюда едут, понимаете? Если бы люди не ехали сюда, не голосовали рублем, как говорится, за этот город, неужели вы думаете, что у Сочи были бы проблемы с детскими садами, школами и так далее? Конечно же нет. Но люди хотят пользоваться всей этой инфраструктурой, хотят наслаждаться солнцем по 300, там, 320 дней в году, да? Вот, поэтому и возникают такие сложности и проблемы. Но на данный момент эти вопросы все решаются, и это очень хорошо. Я считаю, что в ближайшие годы будут построены дополнительные школы. Кстати, вот мы из Олимпарка выехали, здесь строится новая школа и детский сад. Обзор обязательно сделаю, вы его увидите у меня на канале. Слева вот как раз вот мы проезжаем. Это новый объект Алины Кабаевой, вы видите, да? Это гимнастический центр. Справа от нас гоночная трасса. Кстати, вот о мероприятиях. Опять же, здесь все и проходит, собственно. Мало того, что здесь самые лучшие пляжи в стране, как говорится, да? Здесь проходят все мероприятия значимые. То есть футбольные турниры. Чемпионат мира проходил здесь по футболу, да? То есть матч чемпионат мира принимал Сочи. Полуфинал, четвертьфинал, 1-8 финала. Вот. Что еще сказать? Здесь Формула-1, кольцевые гонки, новая волна, хоккей. Здесь сейчас в Сочи играют, премьер-лига, да? То есть куда сходить, чем занять ребенка, вообще вопросов не стоит. Да и самим развлечься тоже. Кроме того, все секции, ребят, все здесь. Это футбол, хоккей, теннис, легкая атлетика. Наверное, только плавание, получается, у нас где? Ну, в Морборту там академия есть. Вот. Детский учебный спортивный спортивный школа. И я бы добавил сюда еще, что новая волна здесь. Я думаю, скоро будет и кинотавр, потому что в Сочи становится все меньше и меньше места, как говорится, да? А желающих становится все больше. Поэтому кинотавр, я думаю, тоже сюда переедет. Постепенно. Как это было с новой волной. Так, мы подъехали к улице. Получается, это Каспийская у нас. Вот. И мы сейчас плавненько поворачиваем на нее из Олимпанка. Заметьте, ребят, не будем торопиться, просто спокойно едем. То есть как ехал бы любой, наверное, человек. Даже пенсионер, беременная жена ваша. Или вы сами. То есть, если, как говорится, притопить, можно и быстрее доехать. Но мы не будем. Проведем такой, так скажем, социально-объективный социальный эксперимент. Едем по замечательному району, который чистенький, где абсолютно нет грязи. Который оборудован тротуарами, где вы можете гулять с колясками и так далее. Но здесь, конечно, в этом комплексе, наверное, лучше будет передвигаться на машине. Хотя от остановки там всего 250-300 метров максимум удаленности. Поэтому мы сейчас находимся в микрорайоне Блиново или Блиново. Как правильно, наверное, мне Андрей подскажет. Человек, который проживает здесь уже постоянно достаточно давно. А дальше район Веселое. Между двух микрорайонов находится. Смотрите. Здесь сделали вот такую замечательную двухполосную дорогу. Она, по сути, заменяет асфальт. Вы видите, как достаточно качественно все положено. Я просто приятно удивлен был. Две полосы. Муниципалитет взял и положил просто дорогу. И я хочу сказать, вот здесь вот, да, на дороге, на инфраструктуру, на вот именно обслуживание выделяются огромные деньги. Кстати, вот в плане работы вы тоже можете рассчитывать на то, что если вы, допустим, работали муниципальным служащим, то здесь в этой сфере огромные дотации из региона, из федерального бюджета. Потому что, ну, как вы думаете? Конечно же, Южная столица требует, чтобы вся эта инфраструктура поддерживалась. Я просто пропустил самый классный вид, конечно. Но я сейчас сверху вам покажу его. Вот, смотрите. Шикарный вид, конечно, на всю Эмеретинку здесь, да? На самом деле, с самого участка, то есть с самого объекта тоже вид не хуже ни в коем случае. Вот, сейчас мы сделали небольшую лирическую паузу, лирическое ступенье. И сейчас дальше поедем уже. Не знаю, сколько дорога займет, но я думаю, ну, не больше 10 минут это точно. Вот такой хорошей дороги просто, мне кажется, просто раньше здесь вообще, чтобы вы понимали, дороги не было. И поэтому участки здесь стоили, ну, просто копейки. Вот как раз этим и нужно пользоваться, когда речь идет о каких-то, знаете, о каких-то объектах, которые на данный момент недооценены. А почему они недооценены? Да просто многие не знали о том, что здесь будут прокладывать дорогу. Вот, а мы говорили, я и Антон Михайлов, мы говорили о том, что здесь будут делать дорогу, ребят. Посмотрите, какие виды. Просто сумасшедшие виды. Сейчас здесь участки стоят миллион соток. Только из-за того, что сделали дорогу. Вот так. Вот такие вот изменения происходят с стоимостью земли. Ну, и вообще, в принципе, вот это нормально, когда делается какая-то инфраструктура, подъездные пути улучшаются, да? Когда на объект можно попасть не за, там, полчаса, а за 5-10 минут, конечно, это играет на пользу. Смотрите, вот такие дома в стиле хайта, как здесь строят. Ну, и люди не дураки, люди будут знать. Люди знают, где строить хорошие дома, где места хорошие, как говорится, да? И поэтому они это и делают. Скажу честно, подъемчик совсем несложный. Если раньше, да, были определенные сложности, то сейчас, конечно, здесь проехать одно удовольствие. Вот какие у нас здесь вывески. Улица Ворошилово-Градская. А у самого объекта здесь непосредственно асфальт. И вы сейчас при этом будете удивлены, какие изменения прошли на этом объекте за полгода, ребят. А еще больше вы обрадуетесь, когда я вам покажу планировки и квартиры, какие вы сможете купить себе здесь, по сути, за копейки. Ну что, вот мы и приехали. Припарковались у себя здесь на парковочке придомовой. И вот перед нами... Ну, сколько мы ехали? 15.52. Так, там было 7.40, ну, пусть даже 8, а здесь, грубо говоря, 16, да? 8 минут. Ровно, ребят, 8 минут. Причем я не гнал, вы сами это видели. 8 минут, вот он объект. ЖК Золотая Бухта, первый, второй домик, ребят. Много изменений прошло, пойдемте смотреть. Ну что, вот мы припарковались. Вот у нас здесь будет детская площадочка, да, такая интересная. Вот. Здесь у нас два домика уже возведены. В первом доме полностью выполнена отделка. И внутри, и снаружи. Во втором доме снаружи полностью сделано. Внутри еще идет завершение. И сейчас я вам все это покажу. Обратите внимание, друзья, какая территория. То есть, здесь, несмотря на то, что, как бы, скажем так, изначально вы не понимали, как все это будет выглядеть, теперь вы четко представляете уже практически в завершающем виде. У нас здесь несколько клиентов приобрели себе квартиры. Еще, скажем так, когда не было ни светильников не было, да, здесь, да, на стенах. Ни финишной отделки внутри подъездов, наружи. И вот как раз задача риэлтора любого как раз в этом и заключается, чтобы объяснить людям, что вот именно здесь нужно приобретать квартиры, потому что вы сможете на них либо заработать, либо вам действительно приятно будет в них жить. Просто не каждый человек поймет, увидя, грубо говоря, четыре бетонные стены, в том, что у домов будет замечательная отделка, да, красивая очень. Внутри будет достаточно богато оформленная отделка, внутри помещения, территорию общего пользования. В общем, то, что здесь будет тихо, как-то хорошо, красиво, это задача риэлтора. Ну что, пойдемте внутрь, посмотрим отделку внутри и какие квартиры можно выбрать на данный момент. Тяжелая входная группа такая, хорошая, прям приятная ее открывать, закрывать, как говорится. Ребят, ну что, зашли внутрь, смотрите, висят картины. Это уже отличительная черта наших, скажем так, постоянных партнеров-застройщиков, которые отличаются порядочностью, в общем, и качеством отделки, и у которых нет проблем с документами. Вот, как вы видите, все очень красиво, лаконично, хорошо. Вот так вот выглядит изнутри входная группа. Ну что, давайте посмотрим квартиры, какие мы можем приобрести здесь. Кстати, обратите внимание, на этаже всего 6 квартир, совсем немного, и между домами порядка, по-моему, 7-8 метров, поэтому, в принципе, здесь не будет никаких окна в окна, дом в дом и так далее. Ну что, смотрим. На первом этаже есть вот такая студия небольшая, но она не самая интересная, конечно, потому что все-таки первый этаж, ребят, ну, в принципе, есть балкон даже, вот. Можно на него выйти, покажу вам. Конечно, на нее я не ориентирую, потому что здесь, знаете, все-таки люди будут ходить, люди будут ходить, в первую очередь, вот здесь, там, если что-то вы повесите, например, ну, к примеру, говорю, да, хоп, идет, идет, там, очень удобно будет взять и пойти дальше, как вариант, вот. Хотя я не думаю, что здесь это кому-то надо будет, но, тем не менее, первый этаж, как правило, как правило, здесь, вот в таких случаях, проходные первые этажи не берут. Самая интересная площадь на втором, на третьем этаже, пойдемте вам покажу, вот, практически девятый вал Айвазовского. А эту картину я бы назвал «Южный берег Крыма» или «Закат в Крыму, осень 1815-го». Так, значит, у нас на втором этаже есть вот эта квартира. Это студия, площадь 24 с копейками квадратов. Вот такая вот студийка. Неплохая квартира для одного-двух человек, ребят, с французским балкончиком, где вы можете посушить одежду, там, выйти, сделать свои дела, покурить, там, и так далее. И обратите внимание, что здесь, несмотря на то, что дом в дом, как бы кажется, но здесь совсем не дом в дом, здесь между домами порядка 8 метров. Здесь достаточно прилично, и отсюда даже видно кусочек моря. Вот, пожалуйста, свой кусочек моря за миллион девятьсот с копейками. Ребят, эта квартира стоит миллион девятьсот с копейками. Вообще недорого, совсем недорого, я бы сказал. Вот, но если бы у меня были такие деньги, то я бы добавил еще сто тысяч и купил бы квартиру на третьем этаже. Сейчас вам ее покажу. Красиво. Эту картину я бы назвал «Кангутский бой». Вот эта квартира, смотрите. Квартира номер 15. Она, видите, более солнечная, потому что, ну, здесь, видите, как небо видно больше, как говорится, свет попадает больше. Вот, и также будет видно море больше. Море видно будет из обоих окон. Смотрите, и отсюда видно море просто замечательно. Вот. Здесь можно ничего не оградить. Это студия, поэтому кушать с видом на море никто вам не запретит, как говорится. Ну, вот сейчас на балкончик мы выйдем. Вот, смотрите. Студия с видом на море за 2 с копейками миллион рублей. Ребят, чтобы вы понимали, я вас ориентирую именно на эти квартиры. Ну, и сейчас во втором доме также покажу вам несколько интересных площадей. Почему? Во-первых, универсальная недвижимость. Если у вас есть 2 миллиона рублей, и вам нужно закрыть свой вопрос по переезду в Сочи, да, с своей квартирой, то эта недвижимость, это классная недвижимость для старта. Документы будут в ближайшие 3-4 месяца, да, до конца года. И, соответственно, это как раз тот шанс, когда вы покупаете квартиру в готовом доме, уже фактически возведенном, со всеми коммуникациями. Здесь уже подключена вода, свет, канализация проведена. И здесь, вот видите, все подготовлено по проекту для газификации. Это счетчик газа, да, вот, пожалуйста. Вот. Поэтому дома стоят уже на кадастре, присвоены адреса. Вы видели, когда мы приезжали, на доме написан адрес. И, конечно, это самая главная причина, по которой стоит приобретать. Не нужно ждать, там, год или, там, полтора-два года завершения строительства. Эта квартира подорожает, в принципе, любая из тех, которые я показал, да, она, и покажу, она подорожает минимум на 500-600 тысяч, то есть вы вкладываете 2 миллиона, и 500 тысяч вы экономите на ремонт. Либо же вы вкладываете 2 миллиона сейчас, и, как говорится, вы зарабатываете 500-600 тысяч на перепродаже по завершению строительства, потому что эти квартиры будут покупать в первую очередь. Вид на море есть, небольшая площадь, бюджет до 3 миллионов, дом по качеству хороший, без проблем, все коммуникации есть, отделка замечательная. Рядом школа, сад все есть, остановка. До моря 8 минут. Вот, пожалуйста, это универсальное предложение, универсальное товарное предложение, как говорится, да, люди бизнеса поймут это, УТП. Вот, поэтому обратите внимание, то, что здесь еще коммуникации, они, получается, не внутри дома, а спрятаны вот в таких интересных коробах. Сейчас вам покажу это. Коробах, это причем не футбольная команда, чтобы вы понимали, хотя она, конечно, безусловно, есть. Вот эти короба идут, что не занимает место в квартире, и это очень классно на самом деле. Они очень стильно спрятаны, и вы не тратите место на корм внутри квартиры. Это немаловажно. Отличительная черта этого застройщика. За это ему спасибо. Есть также еще одна интересная квартира. Она уже чуть побольше площади. Вот это квартира номер 17. Кстати, двери, ребят, очень хорошие, их менять не нужно. Замки. Border. Border. Вот. Есть даже глазки. Что мы там увидим? Хоп. Что мы видим там? Ну-ка-ну-ка попробуем увидеть что-нибудь. Видим что-нибудь, нет? О, отлично. Мы увидели. Мы увидели все, что захотели. Итак, друзья, вот эта студия. Она такая. Ну, здесь коридорчик небольшой. Я здесь сделал шкаф и место, где можно присесть и переодеться, переобуться, как говорится, да? Вот. И в чем преимущество? У нее есть балкон. Ребят, причем с балкона вы можете тоже видеть море. Из окна видно море с балкона. Вот. Причем не нужно переходить даже сюда, поворачивать голову. Море видно и отсюда. Вот, пожалуйста. Ну, для кого это там какой-то критерий прям важный. Вот. Но здесь также видно горы. Просто, к сожалению, сейчас вы их не видите. Вот я был здесь вчера и здесь были видны горы. Понимаете? Вот. Сразу скажу, по всем предложениям, ребят, по всем предложениям, которые я сейчас озвучу, меня также смотрят и другие риэлторы. Поэтому все, кто планировал приобретение квартир за недорого, где можно сэкономить или заработать уже в готовом возведенном доме, ребят, пишите, звоните сразу мне, потому что эти предложения видят сотни тысяч риэлторов, которые работают в городе Сочи. Поэтому они будут тоже своим клиентам их предлагать. И эти квартиры взлетятся в первую очередь. Эта квартира стоит 2 миллиона 100 тысяч с копейками. То есть, любая из этих студий, ребят, поверьте мне, в готовом доме просто не будет ни одной квартиры дешевле 2,5 миллионов. Ни одной квартиры. Вот. Почему я их в первую очередь рекомендую? Есть и большие площади, конечно же, да, но их как бы будет гораздо легче продать. Вот. Поэтому здесь нужно брать именно их. Также для жизни они самые такие интересные. То есть, как бы небольшой бюджет у человека, да, вот у вас есть 2 миллиона сейчас, да. Покупайте, чтобы переехать и, как говорится, чтобы зацепиться за Сочи, сделать ремонт там на 400-500 тысяч. И все. И у вас есть своя квартира. Вот цена вопроса 2,5 миллиона рублей, грубо говоря. Пойдемте дальше. Для любителей побольше, вот, ребят, этот этаж, собственно, третий, да, третий же этаж. Вот эта квартира площадью 37 квадратных метров. Вот она выглядит таким образом. Кстати, вот ключи. Пожалуйста. 36 квадратных метров. 36,7. Помещение номер 13. Смотрите, друзья. Она очень классная. Почему? Потому что она планируется, по сути, как в евро-двухкомнатную, полноценную евро-двухкомнатную квартиру. Вот так ставить перегородочку, и у вас здесь целая комната. Я бы, честно говоря, мог бы в теории, в теории, при желании, выделить здесь 2 комнаты. Вот так скос бы поставил, например, да. И у меня была бы там еще одна. Если нужно, допустим, выделить 2 комнаты с ребенком, то есть, вот, двое детей, разнополых, например, или просто взрослых уже, да, и вам где-то нужно спать. Вот оно решение. 3 миллиона 100 тысяч с копейками, и у вас полноценная двушка. Смотрите, как это делается. Здесь санузел, пожалуйста, выделяем. Здесь прихожка, гардеробная там и так далее, да. Вот. Далее кухонная зона идет. Здесь кухня. На стену повесили рабочая стенка. Обеденная зона в виде... То есть, так как здесь будет стена, я бы здесь сделал либо барную стойку, либо стол вот здесь посередине где-то поставил. Вот. Да, вот так бы сделал. А здесь я поставил бы, наверное, либо здесь, либо где-то вот, ну, в общем, надо найти, придумать. А, вот здесь можно около окна, например, сделать обеденную зону, да. А здесь можно сделать, например, второе спальное место, сафу, например, да. А здесь на санузел повесить как раз телевизор, чтобы вот отсюда можно было смотреть то, что происходит там, ну, на телевизоре. Вот. И как раз она бы раскладывалась, допустим, одному родителю, двум родителям можно было бы спать здесь, а детям можно было бы спать здесь. То есть, это такое, знаете, ну, да, нет хорошей жизни, как говорится, но за 3 миллиона рублей с копейками, это, по сути, двушка в Сочи. Вот она. Я бы перегородил все, оставил здесь небольшой коридорчик такой, как бы, такой аппентикс небольшой, да. И вот так бы еще разделил. Вот, получается, здесь комнатка, здесь комнатка, и там, и там есть световая точка, и здесь даже выход есть на балкон. Вот. Выход на балкон, ребят, и смотрите, что мы видим. Вся эмеретинка как на ладони просто. Замечательный вообще вид. Здесь и фишт видно, и все остальное. Причем, ребят, вот он. Хурма-мурма, как говорится, да. Сад и все остальное, это все в вашем распоряжении, как говорится. Вот хоп, там, накинул лассо и подтянул сюда заветочку, как говорится. В общем, вот такая красота. А там уже совхоз Россия. Мы одно из самых любимых мест в Сочи. Екатеринский квартал. Борисовый зорт и так далее. Ну что, ребят, это понятно. Вот, пожалуйста, вам пример того, как можно двушку купить за 3 миллиона 100 тысяч с копейками. Это действительно классное предложение в готовом доме, где документы будут там до конца года. В общем, пойдемте смотреть, что есть во втором доме. Там еще более интересное предложение есть. Пойдемте. Ну что, ребят, заходим во второй дом. Как вы видите, здесь идет отделка к завершению. Идет внутренняя отделка, проложена коммуникация. Ну, первый этаж, как всегда, по традиции не рассматриваем. Хотя кому-то, может быть, и первый подошел бы, например, кому тяжело подниматься на второй и так далее. Или кому вообще нравится просто первый этаж. Итак, ребят, здесь еще видите, и короба готова, в принципе, и штукатурка. Ребята доделывают тоже. Смотрите, друзья, те квартиры, которые я показываю, на данный момент в продаже. Поэтому, в принципе, вы можете приобретать. Ну, это не очень интересно, сразу не будем его смотреть. Смотрите, вот неплохая квартира. Стоимостью 2 миллиона 400 тысяч рублей с копейками. Площадь 29,1 квадратный метр. Как вы видите, правильной формы, с ровным потолком. Коммуникация по традиции на улице. Вот, можно выгородить комнату. Здесь кладовку какую-нибудь гардеробную. Здесь кухонную зону. С балкона у вас будет вид на море. Да, между домиком, ребят. Ну, а что вы хотели? 2 400 всего. Эта квартира на выходе будет стоить не дешевле 3 миллионов рублей, когда здесь будут уже документы. Ну, не будем на этом долго останавливаться в предложении. Идем дальше. Просто, чтобы вы знали, что можно здесь приобрести. Любая из этих квартир является архивыгодной. Потому что, ну, есть самые выгодные, так скажем, о которых я говорил. Вот, эта квартира тоже самая. 2 400 с копейками, 29 квадратных метров. Абсолютно такая же планировка, только в обратную сторону. Ну, на мой взгляд, она не такая уж и интересная. Вот, идем дальше. Плюсы в том, что здесь, конечно, есть балкон. Вот. Но это не всегда является таким критерием, как выбор. 31 квадратный метр. Останавливаться долго не будем. Чуть больше по стоимости и по площади. 2 500 с копейками. Французский балкончик, который я установил здесь так же. Здесь, скажем так, не самая интересная цена, так скажем. Я имею в виду цена-качество. Здесь тоже самое, но уже получше, потому что здесь ближе к морю, как говорится. Вот. Итак, ребят, переходим к хиту продаж, так скажем. Помещение номер 14, площадью 29,1 квадратный метр. Имеет такую же планировку, как мы смотрели до этого. Торцевые классные угловые квартиры. Ребят, посмотрите, в чем преимущество. Балкон с классным видом на море. Да, конечно, это не панорамный вид на море. Панорамный вид вообще будет с третьего этажа. Мы до него обязательно доберемся, поэтому смотрите до конца. Кому не интересно, перематывайте. Это второй этаж. Это классный вид на просто плиточку. Смотрите, как она хорошо уложена. В общем, красота. На сад. И это уже полноценная однокомнатная квартира в Сочи, ребят. 2 миллиона 400 тысяч рублей. И она ваша. Смотрите. Выделяется комната. Там гардеробная. Здесь санузел. Кухня. Здесь можно поставить софу, например. Или софу можно поставить вот сюда, как вам угодно. Но это уже как бы на вкус и цвет, как говорится, мне товарищи не нужны. Поэтому все класс. И еще одно очень интересное предложение по стоимости. Ребят, вы сейчас... Ну, эта квартира продана, к сожалению. Но вот эта квартира, ребят, площадью 25 квадратных метров. По цене 2 100, грубо говоря. 2 100 с копейками. Вот. Эта квартира, ребят, смотрите. Да, здесь, конечно, вид немножко вот в этот бачок. Как его правильно сказать? Водонапорный бачок, так правильно будет его назвать. Смотрите. Но здесь, ребят, у вас уже свой собственный вид на море. Да, частично в дом, конечно. Но, ребят, ну что вы хотели за 2 миллиона рублей? 2 миллиона, ребята. И вот эта квартира, поверьте мне, будет стоить минимум 2,5 миллиона рублей. Вон там фиш, даже видно. А вот это уже триумф. А, нет, это ЖК Элит, я прошу прощения. Просто здесь на экране не особо видно. Но не суть. Так вот, друзья, вот эта студия, классная студийка такая. Она стоит 2 миллиона с копейками. Там почти 2 100. Из коммуникации стандартно свет, 3 фазы, значит, интернет и кабельное телевидение. Также здесь будет газ. Ну что, пойдемте на третий этаж. Ребят, есть студия просто шикарная. 24,9, 25 квадратных метров. Помещение номер 17, счастливое число. Стоимостью 2 миллиона 200 с копейками. Ребят, вид отсюда просто сногсшибательный. Видно все. Все олимпийские объекты. Пожалуйста. Вот. Вся эмеретинка как на ладони. Да что эмеретинка? Здесь вы будете видеть даже тот дом, в котором живу я. Это жилой комплекс Триумф. Вот он. Сейчас попробую приблизить. Ага, вот так, в общем. Это Триумф. А вот там вдалеке виднеется даже актер Галакси. Я его отсюда вижу. Ну и вся, собственно, все Приморье и там центр Сочи. Вот. Но самое-то главное, у вас здесь площадь флагов, фишт, большой, теннисная академия, трасс Формула-1. Вся красота, как говорится, Олимпийского парка у вас здесь перед вами. Ну и, конечно же, его величество Черное море. То, зачем мы сюда, собственно, и едем. Представляете, вот оттуда, вот поймите, мы были около, вот, Эмеретинский, вон она, да? И вот оттуда мы доехали за 8 минут, ребят. 8 минут. Причем мы не торопились. И это просто не может меня не радовать, потому что до этого я ездил сюда минут 15-20. Вот. Поэтому, конечно же, это классно. И вот такая студия, ребят, она стоит 2 миллиона 200 с копейками тысяч рублей. Ребят, это конфетка по факту. Эта студия будет стоить на выходе, ну, наверное, для полной картины нужно еще и ночью сюда приехать, да? Эта студия будет стоить минимум, ну, минимум самые 2 700, 2 800, а то и 3 миллиона рублей на выходе. Вот. Если вы здесь делаете еще беленькие стены, как говорится, да, подоконники от косы сделать, то вообще будет красота. Это классная студия для того, чтобы двоим людям начать, и одному двоим людям начать жить в Сочи. Вы посмотрите, какой вид. Вид просто шикарный. Вот здесь, как бы, коммуникации все, да? Сам узел, скорее всего, вот в этом углу, кухню в том, и здесь 2 спальных места я бы сделал. Она идеально планируется, она правильной квадратной формы. Здесь сделано специальное окошко посередине, и здесь можно очень удобно, очень комфортно разместить двух людей. То есть, можно даже с ребенком приехать, и вы бы здесь будете с удовольствием находиться. В принципе, сделать такую воображаемую перегородочку из речек и так далее, как у нас уже Сергей. Кстати, кому ремонт нужно будет сделать, обращайтесь к нашему ремонтнику Сергею. Он сделал уже десятки ремонтов здесь в Сочи, и все ремонты просто высочайшего уровня. Ну, что сказать? Эксклюзивная квартира, конечно, ребят, конфетка. Вот, поэтому я вам рекомендую приобретать ее, и вот аналогичные квартиры, которые я вам показал, за 1 900 000, за 2 000 000 рублей, за 2 100 000. Все эти квартиры, ну, если у вас есть 2 200, приобретайте эту, конечно же. Все эти квартиры, ребят, на выходе будут стоить просто, ну, на 500, 600, 700 тысяч дороже, в зависимости от площади и так далее. Поэтому, если кому интересно, пишите, звоните, договоримся о приобретении, сделаем вам компенсацию на перелет и проживание, чтобы покупка недвижимости для вас из стресса какого-то, из какой-то, скажем так, хладереи превратилась в приятное просто, приятное времяпрепровождение. Ну, что, на этом я заканчиваю обзор здесь, как говорится, да, но сейчас мы доедем с вами до школы, до школы, до детского сада, ребят. Ну, что, поехали, вы увидите сами дорогу, и сколько же она занимает. Пойдемте, пойдемте. Ну, что, ребят, как вам? Понравилась отделка? Понравился комплекс? Да, по глазам вижу, что уже понравилось. Ну, давайте теперь отсюда проедем до детского сада, до школы, чтобы уже снять, как говорится, все остальные вопросы. Остановка, кстати, здесь совсем рядышком, вот здесь буквально там, ну, метров 250-300. Просто сейчас на нее не поедем, потому что нам немножко в другую сторону, как говорится, да, вот. Но, в принципе, если у вас нет транспорта, здесь ходит где-то раз в 20-30 минут. Заметьте, ребят, не каждые 5-10 минут, а раз в 20-30 минут маршрут, вот, по которому вы можете доехать до центра Адлера совершенно спокойно. Ну, что, засекаем время, сколько у нас там будет занимать дорога до детского сада, до школы, чтобы у вас было четкое понимание, что вы приобретаете. Вот, что вы покупаете на них, в никаком случае, ни кота в мешке, ничего такого. Так, ну что, давайте я поверну камеру, наверное. Так, и поехали. Вот видите, совершенно спокойно разъезжаемся с КамАЗом, ребят, с КамАЗом. Видите, да? Кстати, по всей трассе, так скажем, по всей дороге сделаны водоотводы. Видите? Пожалуйста. Все очень аккуратненько, все продумано, все хорошо. Какие же все-таки здесь сногсшибательные виды? Я всегда говорил, Блиново-Веселое, это, Блиново-Веселое, это элитные районы. Элитные, ребят. И те, кто это понял, они уже давно здесь прикупили себе землю или купили квартиры. Вот. И наслаждаются жизнью. Андрей, привет тебе, передаю. Все Андреи. Тот Андрей, о котором я говорю, в общем, он в курсе. Живет здесь вот. Вот такой вид, ребят. Здесь, кстати, продаются и участки. Вот тут есть и участки, ребят. Прямо вот с такими видами. Кому интересны эти участки, пишите, звоните. Покажу участки. Приготовьтесь к тому, что они стоят немалых денег. Вот такая вот дорога. Как говорил мой преподаватель по высшей математике в Академии, 15 минут позора, и ты, и у тебя высшее образование. Но здесь на самом деле никакого позора нет. Здесь 3 минутки спустился по дороге, по классной, с шикарными видами, с шикарными панорамами. И ты уже на федеральной дороге хороший. Хотя эту дорогу я не могу назвать плохой. Она замечательная. Ребят, едем по бетонке, но я еду как по асфальту. Честно говорю, очень. Здесь вообще вот этот бетон сделан вообще как, не знаю, на высшем уровне просто. Сразу видно, работали профессионалы. Так, ну что, вот мы выезжаем на улицу Каспийскую. Мы выехали, ребят. Здесь уже куча транспорта. Да, собственно, если вы выехали на своей машине, вам транспорт особо-то и не нужен. И мы уже едем в школу. Едем в 28-ю школу. Кстати, если бы мы повернули налево, оттуда налево тоже есть выезд, то мы попали бы в сотую школу, ребят. Ну, сотая школа, она считается такой более элитной, так скажем, да, президентской школой. Вот ее Медведев открывал. Именно поэтому она президентская. Ни в коем случае там не учатся дети наших президентов, ни Царство Небесное Ельцима, да, и тем более Путина, дочки. Даже если бы они были, скажем так, школьного возраста, я не думаю, что они бы там учились. Но школа хорошая, действительно. Потому что там две, два корпуса, один отдельно детский, то есть, ну, получается, с первого по третье начальная школа учатся, ребятки, да, и дальше уже в отдельном звене, в отдельном здании учатся другие ребята, более старшие, среднее, старшее звено. Вот, и хотел сказать, что она оборудована и площадками, и детскими полями, в футбольном, баскетбольном, волейбольном. В общем, там прям такой, знаете, чуть ли не конкурс туда. Не, на самом деле проблем туда попасть нет. По прописке вы будете попадать либо в 28-ю, откуда мы едем, либо в сотую. Я, наверное, детей буду отдавать в сотую школу. Мне она нравится. У меня клиент Женя, Светлана, передаю его привет. Кстати, пользуюсь случаем, да. Вот, как раз у Жени я брал интервью, вот он из Озерного вышел, как раз из первого. Вот, вы видели у меня на канале, наверное, сколько он заработал, как, за какой период. В общем, посмотрите, если кто-то не смотрел. Вот, они отдали ребенка в сотую школу. Купили здесь квартиру и пошли в сотую школу. Такая ситуация. Да, многие, на самом деле, сейчас выбор делают именно в пользу Адлера, потому что, ну, Адлер, объективно, это центр, центр Сочи, как говорится. Ну, не в том плане, что это географический центр Сочи, а что, что людям здесь очень нравится жить. А вот справа уже школа. И здесь же детский сад, ребят. Мы сейчас остановимся на минутку. Вот, вы приехали, грубо говоря, отдали ребенка в школу или в сад, там, куда хотите. Он уже как-то олимпийский, кстати, красивый. Но дорогой, зараза. Потому и дорогой, что очень красивый. Так, сейчас выйдем, ребят. Вот она, 28-я школа, ребят. Вот она, новое футбольное поле. Там старое футбольное поле. Спортплощадки, где ваши дети будут заниматься. В общем, я вот, вот, знаете, в моем детстве не было у меня таких спортплощадок. И, может быть, поэтому я не стал звездой мирового футбола. Но думаю, что это все в руках, как говорится, ваших детей. В руках, в ногах и так далее, да. Вот, кстати, мальчик пошел из школы. Ну, сколько сюда ехали? Минут 5, наверное, сколько? 5-6 минут мы ехали, все отпускались. Мне кажется, это более чем достойное время для того, чтобы отвезти ребенка в школу. 5 минут и вы в школе, ребят. В общем, я ставлю отлично отметку этому жилому комплексу, наверное, 9 из 10. Если бы он еще стоял где-нибудь вообще в самом низу, как говорится, да, в самом-самом низу, то, наверное, у него была бы десятка. Но сейчас я ставлю этому комплексу оценку 9 из 10. Ребят, приобретайте. Все квартиры, которые я показал, вот за 2 с копейками, там, за 2,200, 2,300, 2,400, они абсолютно все подорожают, минимум на 500-600 тысяч, ребят. И это произойдет совсем скоро. Дома на данный момент уже стоят на кадастре, уже на данный момент заведены коммуникации, и люди готовятся к разделу. Все. То есть, застройщик уже скоро будет подавать документы на раздел. Поэтому пишите, звоните, кому интересны данные варианты. Мой вам совет. Если у вас есть 2 миллиона рублей или даже 1,900,000, приобретайте себе или недвижимость на перепродажу, вы не пожалеете. На этом все. С вами был Павел Морозов из Сочи. Всем хорошего дня, замечательного настроения. Побольше денег. Здоровья вам и вашим близким. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok